На Володарке отметили День посёлка. Даже проливной дождь не смог испортить настроение жителям, и люди с удовольствием отмечали этот праздник. Администрация посёлка подготовила обширные гуляния для всех желающих. Ближе к вечеру начался концерт, который завершился ярким фейерверком. Подробности у Юлии Пагасьян. День поселения отмечается в Володарском. Проходят праздничные гуляния с обширной программой мероприятия. И несмотря на такой очень сильный дождь, люди всё равно приходят, чтобы потанцевать, посмотреть на представления, попеть, посмотреть друг на друга. И просто отметить, это замечательный день. Посёлку Володарского исполнилось 562 года со дня образования его на территории селения Ладыгина. Позднее оно переименовывалось Богородское, затем Казанское. Только к концу 19 века купец Александр Осипов возвёл суконную фабрику, которая и положила начало посёлку. При советской власти фабрика стала носить имя революционера Володарского. В честь него был переименованный посёлок. Сегодня это поселение активно развивается. Идёт строительство домов, школ, детских садов. Делается всё для комфортной жизни населения. Сегодня мы с воодушевлением, с оптимизмом встречаем этот праздничный день. Этот праздник просто потому, что мы хорошо понимаем, что наш посёлок находится в хорошей фазе своего развития. У нас очень серьёзные планы по развитию территории. Мы дружно и плотно работаем у нас на территории. Поэтому я уверен, что у нас впереди много хороших совершений. В честь праздника администрация поселения наградила благодарственными письмами жителей Володарского за добросовестный труд на благо посёлка и активное участие в его развитии. Одна из награждённых, Елена Ермакова, была в праздничном настроении и выразила свои пожелания всем жителям. Всего самого лучшего, самое главное – солнце, погода хорошая и в хорошем настроении. Развлечения для себя на празднике можно было выбрать на любой вкус. И катание на лошадях, и шахматный турнир, батут, велокросс, интересные мастер-классы. Скучать не приходилось никому. А мамы, живущие в посёлке, вместе со своими детками прошлись настоящим парадом детских колясок, украшенных и преображенных до неузнаваемости. У нас в посёлке Володарского турнир на добивости, и многие не останавливаются даже на третьем ребенке. Во время праздника была организована ярмарка всевозможных товаров. В одной из палаток продавались браслеты, сделанные своими руками юными рукодельницами. Одна из таких девочек – Аиша, которая, несмотря на свой возраст, уже определилась, чем будет заниматься в будущем. Мы хотим этим заниматься и в будущем, и делать это всё, и делать своими руками, и продавать их недорого. Этот прекрасный день продолжился гала-концертом и завершился фейерверком. Жители посёлка были очень довольны увиденным. Люди улыбались и были благодарны организаторам за внимание и устроенный праздник. Главное, чтобы мы не были людьми, которым всё равно, а главное, чтобы у нас было всё впереди хорошо, радостно. Ну и может нам Господь в этом, и Матерь Божья, прибудет с нами. До начала осени жители каждого поселения Ленинского района смогут повеселиться на самом важном празднике своего родного края. Хорошее, замечательное и праздничное мероприятие проходит в Володарском поселении. И во всех поселениях состава Ленинского района до сентября месяца пройдут аналогичные праздники. В заряд солнечного настроения посельчан прогнал дождь, и праздник оттого стал ещё веселее и милее. И у людей остались очень хорошие воспоминания. Юлия Погосяна и Адамия Наталья Буслаева. Видное ТВ. Юлия Погосяна и Адамия Наталья Буслаева.